Универ Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Аделья Шамилова. Сегодня в выпуске. Для чего КФО посетили председатель Министерства по экологии, министр финансов и посол США России? Новый студенческий телеканал начал вещание. Вред и токсичность, что еще скрывают в себе любимые духи? КФО посетил посол США в России. Что ожидало гостя вуза и как он оценил университет, вы узнаете прямо сейчас. В Казанский федеральный университет с визитом прибыл посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хансман. Встречал гостя проректор по внешним связям КФО Ленар Латыпов. Традиционный визит начался с экскурсии по музею истории КФУ. На ней американского политика ознакомили с историей университета. После экскурсии состоялась встреча с руководством, в составе которого проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский и презентация Казанского федерального университета. Я бы хотел тепло поприветствовать от лица американского народа Казанский университет, весь преподавательский состав и студентов. Это один из великих университетов, из тех, которые я посетил. И для нас большая честь продолжить сотрудничество по существующим программам. Я бы хотел поблагодарить университет за прием и пожелать всего наилучшего. Гости ознакомили с научной и образовательной деятельностью вуза, а также его стратегическими партнерами. На сегодняшний день Казанский федеральный университет сотрудничает с шестью государственными университетами США. Штатов Колорадо, Аризона, Северная Каролина, Индиана, Мичиган и Нью-Йорк. Артем Тупичкин, Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. Экологи КФУ встретились с председателем Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Подробности встречи узнаете в сюжете нашего корреспондента. В Казанском федеральном состоялась встреча Владимира Бурматова со студентами высших учебных заведений Татарстана, а также общественными организациями Казани, чтобы рассказать об экологической ситуации в стране и действиях, необходимых для ее улучшения. На встрече также присутствовали председатель Комитета Государственного совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, первый проректор Казанского федерального университета, директор Института экологии и природопользования КФУ и другие. Отметим, что председатель Комитета прибыл в Казань с рабочим визитом, ввиду того, что Владимир Бурматов родом из Челябинской области. Своё выступление он начал с рассказа об экологических проблемах, остро стоящих в данном регионе. Он отметил, что схожие проблемы испытывают и другие города России. Для Челябинской области вопрос экологии – это вообще вопрос номер один. Это один из регионов, которые испытывают наиболее серьезное воздействие со стороны предприятий-загрязнителей, которые испытывают серьезное воздействие со стороны объектов накопленного вреда. В ходе продолжительной лекции все присутствующие узнали подробности о неудовлетворительной оценке реализации программы по охране озера Байкал. Владимир Бурматов, обращаясь к присутствующим, призвал к двусторонней коммуникации для того, чтобы программа по Волге не повторила печального опыта. Биобанк Казанского университета уже в ближайшее время может войти в федеральную сеть. Такую возможность обсуждали во время визита заместителя министра финансов России в КФУ. Подробности далее. В минувшие выходные Казанский университет позитил заместитель министра финансов России Алексей Лавров. Встреча с руководством и учеными КФУ проходила на территории медицинского кластера. Отдельным вопросом стало обсуждение перспектив развития биобанка КФУ. Проект направлен на развитие регенеративной медицины, которая основана на клеточных и тканевых технологиях. Представляет он собой хранилище ценных образцов биоматериалов, в том числе банка стволовых клеток. Причем услуги по хранению и использованию образцов доступны всем желающим. Для полноценной реализации возможностей и расширения различных видов междугороднего и межрегионального взаимодействия необходима федеральная сеть. Инициативу в ходе визита подтвердил и замглавы Минфина страны. Причем собственная база данных Казанского университета сможет занять достойное место в федеральном проекте. Стоит отметить, что на сегодня Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ и прочие структуры медкластера выступают постоянными партнерами Минздрава России на уровне страны и участниками более 60 международных проектов. К слову, их число может увеличиться в самое ближайшее время. Коллеги рассмотрели перспективу совместной подготовки медицинских кадров и проведения исследований. Аделя Шамилова, Универньюз. Подготовка к выборам президента Российской Федерации идет полным ходом. Как КФУ готовит будущих наблюдателей к предстоящему событию, расскажет Анна Глазунова. На базе юридического факультета КФУ состоялся круглый стол. Здесь обсудили актуальные темы, связанные с особенностями избирательного процесса в преддверии предстоящих выборов. На сегодняшний день мы набрали более 3000 наблюдателей и непосредственно обучили в городе Казань 450 наблюдателей. И сегодняшнего дня, 26 числа, мы проводим обучение в районах республики Тавстан. На встрече рассмотрели цели и механизмы подготовки деятельности общественных наблюдателей на выборах. Пообщались с экспертами, а также рассмотрели последние изменения в сфере избирательного корпуса. Анна Глазунова, Ленардо Валитиаров, Универньюз. 26 февраля исполнилось 185 лет со дня открытия первой в Европе кафедры по монголоведению в стенах Казанского императорского университета. По этому поводу в стенах КФУ состоялся круглый стол на тему Россия и Монголия, историко-культурное взаимодействие и вызовы 21 века. Подробности далее. В Институте международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета состоялся круглый стол, посвященный теме Россия и Монголия, историко-культурное взаимодействие и вызовы 21 века, который приурочен предстоящим юбилейным событием. 200-летию российского востоковедения и 185-летию со дня открытия в первой в Европе кафедре по монголоведению в стенах Казанского университета. Сегодня как раз проходит рабочее совещание с обсуждением мероприятий и встреч научных форумов в реализации тех программ, которые предусмотрены в рамках мероприятий в связи с этим событием. 25 февраля в России появился новый студенческий телеканал в создании эфирной сетки. Принимал участие Казанский федеральный университет. Подробнее расскажет Олег Кашин. В прошедшее воскресенье 25 февраля в России появился новый телеканал. Первый всероссийский студенческий телеканал создали на базе Международной ассоциации студенческого телевидения МАСТ. Отличительная черта этого канала эфирная сетка будет формироваться из материалов вузов, являющихся членами ассоциации. В их число входит и студенческий телеканал Казанского федерального университета Универ ТВ. Учредители первого студенческого заявили, что формирование активно гражданской позиции у молодежи это основная цель телеканала. Непосредственно аудитория телеканала, молодежь, родители знали, чем вообще занимается студенчество, что происходит в вузах, какие есть изменения, какие есть дополнительные мероприятия, в которых можно поучаствовать. Это первая такая информационная цель. Вторая это, конечно, развитие начинающих журналистов, развитие студенческих медиа-центров вузов, дать им возможность и площадку для показа своих работ, чтобы они знали, что то, что они делают, также размещается на широкую аудиторию и показывается на всей территории России. Зрители будут ждать информационные документальные программы, ток-шоу и интервью, посвященные актуальным темам у студентов. А именно это образование, наука, спорт, культура и молодежная политика нашей страны. Олег Ашин, Универ Ньюс. Косметические и гигиенические продукты загрязняют воздух не меньше, чем выхлопы машин, говорится в статье, опубликованной в журнале Science. Так ли это ты узнаешь в следующем сюжете. Американские ученые обнаружили, что косметические и бытовые товары, включая дезодоранты, духи и шампуни, загрязняют воздух не меньше, чем выхлопные газы и дым сигарет. Специалисты из Института исследований в области экологических наук Университета Колорадо опубликовали соответствующую статью в журнале Science. В городе антропогенными являются где-то примерно 50% летучих органических веществ. И это в принципе нормально, поскольку крупные города, ну в том числе как и наша Казань, они лишены во многом зеленого покрова. А в естественной природе источником летучих органических веществ являются именно зеленые растения. Выбросы не только повышают вероятность развития рака и других болезней, но и негативно влияют на экологическую ситуацию в целом. Негативное воздействие летучих органических соединений, оно, собственно говоря, для каждого человека определяется индивидуально. Также ученые подчеркнули, что теперь необходимо провести дополнительные исследования, чтобы точно определить, какие летучие органические соединения более активны в образовании смога, а затем вывести их из обращения. Диана Хайрулина, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всего самого интересного. С вами была Аделья Шамилова. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова